Из Наринмара в распределительный пункт Архангельска сегодня отправилась последняя в этом году группа новобранцев в команде 11 будущих срочников. Средний возраст 20 лет. Многие не так давно закончили местное учебное заведение, но в ближайшие месяцы они смогут получить еще одну специальность, правда теперь уже военную. Между тем, некоторые призывники после службы в рядах российской армии планируют подписать контракт. На последних в этом году проводах побывала наша съемочная группа. Мобилизации в ряде российской армии 20-летний Ревшан Ахмадов признается ждал с нетерпением. Говорит, готов как морально, так и физически. Новобранец занимается вольной борьбой, а значит со спортивной подготовкой у парня все хорошо. В армии это немаловажный фактор. Есть высокие шансы попасть в престижные войска. Ну, хотел бы, наверное, морфлот или, не знаю, пограничный войска. Побольше пограничный войска. Или спортивный. Надо с страхом бороться. Везде есть сложности, везде все. Настроен уже, готов уже. Хочу в армию скорее уже. Ревшан не скрывает, после демобилизации планирует остаться по контракту. Армия сегодня это не только хорошая зарплата, но и перспективное будущее. Бесплатное образование, жилье и другие привилегии. Впрочем, остаться на военной службе послесрочно не так уж и просто. Одно из условий – хорошо себя зарекомендовать. Об этом, провожая новобранцев, говорил Игорь Ибраев. Военный комиссар он отметил немало случаев, когда призывники хамят личному составу и не выполняют команды старших по званию. Вся информация о тех нарушениях, которые вы совершаете, фиксируется соответствующими органами. И чем ты больше будешь говорить про вся глупость, тем больше про вас все будет зафиксировано. Потом начинаются проблемы. Захотел пойти, допустим, в полицию служить или устраиваешься в администрацию куда-нибудь, делай соответствующий запрос, соответствующие органы, либо в медицинские, либо в МВД, либо в ФСБ, а там пишут, было то-то, 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 то-то. Я ему говорю, до свидания. Когда было? Да было давно, там ему 18 лет было, а вам уже-то по 30. Вот такие случаи бывали в жизни. Поэтому вы сейчас уже отвечаете за себя и будьте аккуратны в рассказах о себе. Спасибо за поддержку. Когда все формальности соблюдены, будущим срочникам отводят время на прощание с родными и близкими. Возле военкомата десятки провожающих. Вот, например, мама одного из призывников, Алексея Михеева, известного в регионе битбоксера. Без слов нет, просто эмоции очень много. Не могу даже говорить. Сам Алексей признается, в армию идет с удовольствием. Правда, с войсками немного не повезло. Хотел попасть в ВДВ по итогам распределения, а службу, вероятнее всего, будет нести на Северном флоте. Обидно, что вы ходите последними, потому что последними уходите, последними приходите. Новый год скоро уже будет. Да, ничего не обидно, все нормально. Все хорошо. Ну сам-то как себя чувствуешь? Да, пока еще не понял. Скучать больше всего по чему будешь? По родителям, по девушке своей. Девушке, да. Да. Ну ты что чувствуешь? Ну ничего, страшно. Слезы наворачиваются? Нет. Несмотря на то, что своих детей они не увидят целый год, родители новобранцев говорят, через школу армии должен пройти каждый мужчина. Срочная служба как минимум закаляет характер и прививает чувство ответственности. Нет, сейчас год служит всего лишь. Да, ребята должны все-таки ходить? Обязательно, обязательно. Я там, когда меня комментировали, так на душе было, знаете, муторно. А что ты радся у меня? Четверсина вот, отдаю долг за папу. Ближайшие несколько дней будущие солдаты-срочники проведут в Архангельском распределительном пункте. Уже оттуда они отправятся к местам несения службы. Куда именно попадут новобранцы, решит специальная комиссия. Призывная кампания в Ненинском округе официально завершена. В этом году на службу отправились чуть более ста жителей Заполярья. В основном на Северный флот и военно-космические войска. Но уже ровно через год здесь будут провожать очередных новобранцев. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.